Кто сказал, что королевская битва это противостояние двух группировок? Что если вместо людей на карте заспавнить мутантов? Разбив по парам более-менее равных противников, было бы интересно узнать, кто самый сильный мутант в зоне. В итоге мы получаем своего рода турнир под названием Король мутантов. Но как их заставить уничтожать друг друга? В этом поможет базовое умение менять отношения в файлах игры. Итак, быстрый гайд. Нажимаем правой кнопкой мышки по ярлыку, расположение файла. Далее идем в папку под названием GameData. Config. Creatures. Файл под названием GameRelations. Двигаемся вниз, здесь отношения между группировками. И еще ниже находятся отношения с мутантами. Я думаю все понятно, господа, спасибо за лайк. Обязательно подписывайся на канал и ссылка в описании на телегу. Добро пожаловать, приятного просмотра. Значит, начнем пожалуй с самого легкого. По ходу видео будем увеличивать силу мутантов. Возможно продолжение данного ролика в будущем. А пока что мы начнем с крыс и тушканов. Наиболее подходящая локация это скрытый лагерь. Она маленькая, здесь легко стравить две стороны. Спавним мутантам недалеко друг от друга. На этой же локации я когда-то стравлял лидеров группировок. Их там около 30. Ну короче, это более-менее удобное место. Вот эта вышка будет своего рода пункт наблюдения. Итак, крысы. Это отмененный мутант. Планировался в сталкер Тень Чернобыля. После катастрофы много животных погибло или ушло из зоны. Оставшиеся крысы расплодились и стали одними из самых многочисленных животных в зоне. Это не выходцы из подземных лабораторных комплексов. Они истинные хозяева зоны. Тушкан маленькое крысоподобное существо, передвигающееся на двух лапах. Обитает в основном в подвалах и подземельях. На поверхности выбираются редко. Да, почему бы ко мне не побежать сразу. Что ж, господа. И это крысы против тушканчиков. Пока что они не могут друг друга встретить никогда. Но если с собой приманить, то может и получится. Тушканчики активно двигаются в сторону крыс. Так, я вижу одну крысу. В складе их, по-моему, такое же количество должно быть, как и тушканчиков. И это минус одна крыса. Прикольно, как прикольно. Где все крысы делись, не понял. Не может же быть, что здесь одна крыса. Нет, тут еще одна крыса. Она бежит на выход с локации. Она убегает. Беги, крыса, беги. Видать, они не умеют грызть никого. Урона от них никакого. Ну, кто ж тебе виноват? Оба-на. Локация убила одного тушканчика. И крыса до сих пор жива. Я скажу так. Мы не закончим бой, пока одна из сторон полностью не проиграет. Возможно, сейчас крыса попадет в жарку опять же. А может и нет. Посмотрим. Все в ее руках. Точнее, в ее маленьких лапках. В маленьких мерзких вонючих лапках. Блин, какая классная крыса. А тушканчикам будто бы пофиг. Ладно, будем с собой приманивать. Все-таки не хотелось бы провести всю битву на этом месте. Но. Она выжила после жарки. Да ладно. Тушкан и тот не сдержался. А крыса, вон какая. Мощная. Но. Но. Тушканчики на подходе. И они швыряют эту крысу как могут. Она убегает опять. Бля, пацаны, ну можно закончить уже это издевательство. И впереди более интересные сходки. Они пытаются догнать. Окей. Самое главное, что Агр пошел. И вот они загнали крысу в угол. Здесь они и закончили с ней. Победители первого раунда это тушканы. Окей. Крысы выбывают соревнования. Тушканы и крысы. Бой закончен. Кот Баюн. Животная одиночка. Которая не собирается в стаи из себе подобных. В отличии от слепых псов. Должен был обитать в Припяти и генераторах в тенях Чернобыля. Это вырезанный мутант. Хоть данный мутант существо одиночное. Но их будет несколько. Слепой пес. Самый привычный представитель фауны зоны. Стаи этих псов можно встретить везде. Кроме совершенно гибельных мест. Окей ребята. Второй раунд. В этот раз. Стадо собак против стаи котов. В этот раз нам нельзя повторять ошибку с крысами и тушканчиками. Ничего себе выводок. По ту сторону 4 собаки. Значит здесь должно быть 4 кота. Тут их 7. Надо 3 убить. Сори. Сори-сори ребята. Но надо чуть подправить. Прибегают собаки. Количество 4 штук. По моему да. 4 или не 4. Битва конечно же максимально не справедливая. Но что-то баланс жуткий ожидает. А пока собака одна умерла. Я не знаю кто сильнее в этом плане. Коты или собаки. Ну только что 2 собаки убили кота. А там наоборот кот с собаку. Так что вроде все как ровно. Окей. Собака уже на исходе. Кот тоже. Это 2 раненые особи. Но кошечка побеждает. Еще одна раненая кошечка. О май гад. Это ни в коем случае не издевательство над животными. Все это всего лишь издевательство ради развлечений. Минус кошка. Нифига себе. Я то думал все пора хоронить собак. Но смотрите. Еще одна кошка умирает. Собака выживает. Мне как будто бы показалось что собак меньше чем котов. Но нет я все таки уравнял количество. Их по 4 штуки должно было быть плюс минус. Сомнительно. Ну ладно. Минус кот. По моему это последний кот остался. Или кошка или кот. Хрен ее пойми. 3 собаки пытаются догнать кота. Кот дал по с***ам. Беги. Там щель есть. Нет. Ну конечно же они не забегают за пределы локации. Ты о чем? Бедная кошечка. Вряд ли она может их поцарапать так знатно. Все. Второй раунд закончен. Он был по моему немножечко меньше. Короче чем первый. Но это уже было интереснее. Собаки побеждают во втором раунде. Окей. Переходим к третьему раунду. Кабан. Одно из многочисленных животных зоны. Подвергшиеся воздействию аномальной энергии. После второй катастрофы на ЧАЭС. Лоть мутировавшая до неузнаваемости свиньи. Одни из самых безобидных мутантов в зоне. Насколько они безобидные. Сейчас мы узнаем. Там кабаны. Там плоти. Справедливо. И в этот раз у нас кабаны и плоти. Логично что и вроде первые и вторые обладают копытами. Своего рода свиньи. Кто-то реально кабаны по природе. Кто-то пошел из домашних свиней. Вроде пошел агр. Итак смотрим. Первая плоть приближается к кабану. Отбегает. И вот они в столкновении. Три плоти пытаются окружить кабана. Они убивают одного кабана. Вы посмотрите на это количество. Кабанов было оказывается 5 в складе. А плотей 4. Черт возьми. Это дисбаланс. Я думаю это неправильно. Но давайте все-таки посмотрим. Возможно переиграем. Но если плоти победят. То я думаю это будет супер неожиданно. И им реально респект. Тут они ранили плоть. Но бегут дальше. Нифига себе. Кабан просто вышвыривает плоть за пределы локаций. Жесткие гонки. Еще 3 плоти живы. 1 кабан помер. И 1 плоть. Соответственно у плотей должно быть 3 особи. И у кабанов тоже 3. Но мы получаем 4 кабана и 3 плоти. Такое себе. Такое себе. Давайте добавим еще одну особь на карту просто. Чтобы не переигрывать. О нет. Она меня отбила мне кажется. Так. Еще одну плоть добавили. Вот она побежала в бой сразу же. Нет. Развернулась. Давайте определимся с количеством особей все-таки. Сколько кого осталось. Я много чего пропустил. 3 плоти. 4 плоти. 4 плоти и 4 кабана все же. Это то что в данный момент. По одной потере было. Сталкиваются маленький кабан и чуть больше плоть. Видите тут разные размеры имеются. Есть маленькие, большие. Плоть получила урон. Но она все еще держится. Топи-топи братан. Пожалуй надо бы отстоять честь домашних свиней. Нет. Конечно прикалывают как они откидываются жестко. Как будто бы НПС от удара пулей. Такая же фигня. Нифига себе. Казалось бы плоть загнана в угол. И получит трындулей. Но она убивает своего противника. Месть. Бичес. Итак. Здесь одна плоть. У нее куча сородичей было. Так и у кабанов собственно. Я же вижу две плоти. А где кабаны? Видим кабан покрупнее, поменьше. Да, тут есть разные виды мутантов. То есть есть стронговые, есть низко левельные. Скажем так. Да. Ну и собственно размерчики. Размерчики разные. Кабан не попал в жарку. Чудом просто. Кто бы мог подумать, что плоти вроде как сильнее, чем кабаны. Это мы по итогу видим, да? Но. Блин, еще одна плоть умерла. Тут мертвая плоть. Ничего себе. Они же друг друга не будут бить. Нет. Да не, вроде не бьют. Так. Как бы их стравить? Вон плоть убежала, да? Вроде кабан увидел. Бежит убивать плоть. Через сеточку. А нет, тут сетки нет. Мне кажется, ему тяжко бежиться. То ли из-за того, что он такой большой. То ли хрен пойми почему. Совершенно непонятно, кто побеждает. Гоняют они друг друга по всей локации. Но больше все-таки хищник кабан. Плоти они не такие агрессивные, мощные. Они более сцикливые. Как видим, они бегают просто. Выступают в роли жертвы. И было бы логично, если бы плоть проиграла. Все-таки две плоти, два кабана. Они сейчас вдвоем могут окружить кабана и захреначить. В угол его, в угол. А тут плоть вступила в бой, как будто бы. Но в итоге убегает опять. Нет, нет, она побежала в сторону кабана. Ну не надо, ну не надо. Честно, я болею за более слабых в данный момент. Плоть рулит. Но ее сейчас загонят в угол. Дура, беги. Нифига себе, просто вышвыривает. Ультанул кабанчик. Там еще одна плоть где-то была. Вон в углу. Ну что ж, господа. Давайте поможем. Надо сагрить кабанов на плоть. Регена здесь вроде нет. Время проведения битвы не сыграет роли. Но вы видели, конечно. Вы видели, на что они способны. Плоти наши дорогие. Ой, по-моему, вот эта разновидность плоти более мощная. Возможно, это стронговая плоть, кстати. Сейчас увидим. Наносят друг другу урон, ребята. Плоть ранена. Она не... Ей песец. Одна тычка, и она мертва. Нифига себе. Минус мелкий кабан. И получается один на один. Правда, у меня опасения насчет плоти остаются все-таки. В нее подбита лапа. Приятного аппетита. Давайте все-таки сагрим. Еще раз. Кабану тоже плохо. Он не просто так медленно бегает. Сейчас решится судьба. И ультанет опять. В общем, это супер кабан, и он побеждает в данной митве. Третий раунд закончен. Предсказуемо кабаны побеждают. Не совсем правда. Кабаны оказались немного сильнее, чем я думал. Нас ждет четвертый раунд. Контролер. Один из самых опасных мутантов, встречающихся в зоне. Результат генетических экспериментов. Он обладает высокими телепатическими способностями. Пси-собака редкий под вид псевдособаки, обладающий уникальными способностями. Является самым редким видом мутантов всей серии Сталкер. В четвертом раунде встречаются пси-собаки. Против таких же психованных ублюдков по имени контролеры. Контролеры справа, псевдособаки слева. Ой, как же больно. Как же она бьет в уши. Что за очко? А, в смысле я снизу. Так, видно, контролеру только что плохо стало. Опять меня снесло. Всего должно быть три псевдособаки и три контролера. Естественно, три псевдособаки спаунят очень много своих копий. Ну, по-моему, они в сухую разбираются со своим противником и взялись за главного героя. Ноу-ноу-ноу-ноу. Все, ребята, полегче. Все, я понял. Все, все, все. Пси-кровосос появился в зоне из ниоткуда. Ученые не понимают, а может не хотят понимать, откуда появилось данное существо. Все преимущества кровососа наполовину деградировали. А аномальное пси-воздействие настолько нестабильное, что его практически нет. Зомби — это отмененный мутант. Представляет из себя человека, попавшего под воздействие пси-излучателей. Выжигатель мозгов на радаре и установка пси-мозг на заводе дегентарь. Высшие функции мозга нарушены. Действуют исключительно на остаточных и животных рефлексах. Итак, три пси-кровососа, которые уже летят ко мне на вышку. И слева у нас зомби. Не стоит путать с зомбированными, которые участвовали в королевской битве. Непосредственно в турнире «Король зоны». Вообще должно было быть три сквада кровососов и три сквада зомби. По одной особи, а зомби толпами спаунятся. Но, в принципе, я согласен на такое. Я думаю, количеством зомби способны задавить. Я думаю, тут парочка зомби точно стоит одного кровососа. Может, даже три зомби. Так, я пока вижу только одного кровососа. Где же все остальные? Так, будем агрить. А они возле меня, наверное. Ну, давай. Радманочка. Шах и мат. Вы думали, я вас не переиграю? Я вас переиграю. Началась бойня, ребята. Я не знаю, способны ли вообще зомби кого-то уничтожить. Все-таки тут в одном складе кровососов побольше, чем один. Но зомби-то особо не хотят дохнуть, как мы видим. Еще так вообще ни одного трупа пока нет. Может, потому что у зомби нет крови? Ха-ха. Я об этом не подумал. Вряд ли об этом вообще кто-то думал. Что-то они бьют, да бьют, а эффекта вообще ноль. Ни первые, ни вторые. Ну ладно, мы подождем. Я никуда не спешу сегодня. Блядь, стрим скоро. Я почти никуда не спешу сегодня. Ладно. Раз, два, три, четыре. Все-таки сосочей здесь достаточно много. Вначале, наверное, они куда-то убежали. Я потому их не увидел. Ну, все еще нет никого мертвого. Ничью объявить, что ли? Что ж, я уже достаточно долго смотрю на это все издевательства друг над другом. Это, скорее всего, ничья. Это, черт возьми, первая ничья вообще за все время существования канала. Хотя нет, погодьте, это первый мертвый зомби. Нет, продолжаем смотреть. Просто придется очень долго это делать. Ну ладно, я готов. Окей, они что-то все порасходились куда-то. Ну вы даете, ребята. Что если ускорить время? Да, я вижу еще одного мертвого зомби. Еще одного. Смотрите, как все быстро происходит. Да, намного проще. Думаю, 2Х достаточно будет. Но и первый мертвый кровосос тоже имеется. Так, все еще не ясно. Что здесь, мать твою, происходит? Что здесь? Так вот, смотри, еще один зомби. Особей четверо померли. У кровососов один. Кровь везде. Какая красота. Мы же это все так обожаем. Еще один зомби мертвый. Да, банально, кровососы быстрее. Они успевают убежать. Задел, да убежал. Еще один зомби помер. И, по-моему, тут в одни ворота. Окей. Окей. И это справедливо. Совершенно справедливо то, что победили кровососы. Да это еще и пси-кровосос. Правда, вряд ли они имеют какое-то влияние на зомби, которые вообще обезбашенные мужики. Ну, а мы двигаемся дальше. Снорк сильный и опасный мутант, встречающийся во всех играх серии S.T.A.L.K.E.R. Это существо, судя по всему, некогда было человеком. Хотя сложно представить, какие условия могут довести человека до подобного состояния. Излом-мутант, произошедший от человека. Излом-отмененный мутант, созданный в результате экспериментов над людьми. Выглядит как бродяга или горбатый старичок в разодранной одежде. Вскрывает свою огромную мутировавшую левую руку под плащом. По левую сторону снорки, справа излома, бой начинается. Справедливо, чтобы их было одинаковое количество. Но что если кто-то из них просто объективно сильнее, да? Итак, три излома, которые бегут в сторону снорков. Или не бегут, ладно. Снорки, три штуки тоже имеются. Они только что были по левую сторону, да? Возле лесочка. Да тут везде лес, по сути, ладно. Не важно. Окей. Может все-таки пойдем в центр карты, ребята? Как всегда, почему бы с собой не сагрить? Главное, герой приманка, его не жалко. Логично, что изломы против снорков. В сути, это как будто бы человекоподобные мутанты. В прошлом люди однозначно. Трутся они друг возле друга вроде бы. Но, но где агр? О, наконец-то. Я уже подумал, что они просто не воюют друг с другом. Так, вроде как ударили по паре раз друг друга мужики. Догоняет излом сноркича и валит. Снимает штаны и... Но это уже совершенно другая история. Так, следующий махич. Тут вроде бы два снорка пытаются окружить излома. Да, у них получается одного завалить. Отомстить за своего сородича. В итоге два на два. Опять же, непонятно, кто тут победит. Оба-на. Оба-на, оба-на. Вот это, кстати, жесткий перевес в одну из сторон. Вдвоем они, я думаю, смогут отдалить излома. Да, они все-таки уничтожают своего противника. И переходят в следующий раунд. Они победили. Бюрер, мутант, упоминаемый в сталкер-тинг Чернобыля. И присутствующий в сталкерзу в Припяти. Бюрер – существо гуманоидного типа. С гипертрофированными чертами лица. Одетая в черный плащ с капюшоном. Маленького роста передвигается довольно быстро. Но неуклюже. Кровосос – опасный и агрессивный мутант. Который имеет много врагов среди других мутантов. Самые сильные из них – это бюрер и пси-деггант. Кровососы выше человеческого роста. Сотулые, без волосяного покрова. В следующем раунде сражаются бюреры против кровососов. И вот у меня полетели первые грави заряды. Ага. Возле вышки остается дождаться только кровососов. Кровососы – где они? Где вы вообще? О, тебе не видно этих пин. Сосущие не идут на контакт. Они как будто бы растворились. И где? Что здесь? Что-то не видно. О, видно. Первый, второй, третий. Ну, по идее, три должно быть. Черт возьми, я забыл, что они невидимы. Как можно было забыть про главную особенность кровососов? Да, это три кровососа. Пока что бюрер вроде как урон какой-то получил. Вот, только что точно получил. И у меня ощущение, как будто бы именно кровососы поменят. Я не видел, чтобы кровососам наносили какой-то урон. С кого эта кровь была? Ребята, у кого течет? Ну, нормально же наваливают, да? Правда, долго придется ждать. Ага, посасываю в сторонке, дружище. Бюреры мне никогда не нравились. Я реально кайфану, когда его убьют. Там даже мелкие есть, смотри. Вот, только что попало, по-моему, в кровососа, да. А что остальные? Что? Что происходит? Бля, я не знаю, что с ними произошло, но они стоят на месте. Может, он пососет и уйдет отсюда? Нет, он застрял. Блин, придется переигрывать. Да. Давайте их где-то в другом месте стравим, потому что там багованная точка, будто бы. Это не правда, когда-то была точка, по-моему, смарт. Вот лучше здесь, давай здесь, а? Вот именно сейчас все в одном экстазе сливаются по полной, и потому, может, даже побыстрее все произойдет. Ждем, смотрим, просачиваемся. Смотрим, как по большей части бюреры получают. Потому что кровососы невидимые. Бюреры не могут попадать, пока кровососы в инвизе. Вот такая особенность. Старается он. Вот это уже нереальный махич. По-моему, все-таки, да, три кровососа. Один маленький, два более упитанные. А с этим че? Ой, ну это он меня пытается достать, точно. Главное, чтобы он опять не застрял. Я не хочу переигрывать. Не, не застрелят, нормально. Тут и кровосос бегает. Я вот не знаю, есть ли разница в размере существ. Ох, ни хрена себе, красава. Похлопаем этому мужчине. Самец. Мы еще такого не видели. Я вот только говорил про то, имеет ли размер смысл. Много кто, конечно, скажет, что размер не главное. Главное умение. Но тут я не согласен. Вернее, я не согласен буду, если у маленьких персонажей меньше хп. Вот. Скорее всего, так и есть. Маленькие кровососы, логично, имеют меньше хп. Тут, собственно, в скваде у кровососов один маленький, один средний, один большой, как будто бы, да? Бюреры в то время все одинаковые. Одинаково стандартные. И вот в этом плане непонятно, кто тут преимущество имеет. Кажется, все кровососы еще живы. Да. Как он внезапно налетает. Бюреру прям в хлебало. Это жуть какая-то. Бюрер дал ему грави-волну. Но в то время, как кровосос ушел в винвиз, он не получил урон. Все еще живы, все хорошо. Но только Бюреру плохо. Явно ему хреново. Один уже ест землю. Или земля его. Бля, а это палец. Понял. Думал, ролик на минут пять выйдет. Но мне кажется, довольно-таки полноценная королевская битва у нас. Добротных минут двадцать. Кто-то опять получил урон. Видно по этой кляксе крови. Хо-хо. А вот и первый урон у кровососа. То есть смерть первая. Урон явно уже был давно. Сейчас кровосос пытается догнать Бюрера. Этот самый крупный. Ему плохо. О, да. Минус Бюререр. Это очень здорово. Здорово, когда есть какой-то накал. То туда, то сюда. И тут опять ультанул кровосос, как тот самый кабан. Кровосос приносит победу своей родне, своему роду, своему виду даже. Да, ему плохо, но черт возьми. Вы видели, на что он способен. Какой-то квадратный, правда, да. Но зато не шоколадный. Окей. Севдогигант это огромный, каплеобразный монстр, до двух метров роста. Для передвижения и атаки использует так называемые руконоги. Всегда атакует в лоб. Живуч. Атакует, либо подойдя вплотную, либо хлопая гипертрофированной конечностью о землю. Создавая локальную ударную волну. Возможно, является бесполым существом. Химера это эксперимент многочисленных экспериментов. Имеет вид четвероногого существа с двумя головами, одна из которых недоразвита. Самый главный раунд, в котором встретятся самые сильные мутанты. Че только, бля, нет. О, да, точно, три. Три химеры против троих псевдогигантов, ребята. Выше некуда. Они пока боятся сближаться, но все впереди. Маленькая химера, большая химера и средняя химера, по-моему, так. Ляпает псевдогигант. Два псевдоча будто бы присосались к химере. И химера откисает. Да, псевдогигант не ультует как кабан. Куда ему до кабана? Вот, ульта пошла, конечно, но все равно эффект не тот. По-моему, тут объективно псевдогиганты сильнее. О, май гад. Вторая химера тоже откисла. Что-то даже очень быстро, ребята. Возможно, здесь понадобится немного другой баланс. Или же все-таки просто признаем, что три псевдогиганта сильнее, чем три химеры. Причем бы и да. Маленькая химера пытается прыгать на гиганта. Да, она прыгает. Это лучшее, что у нее есть, способность прыгать. Вряд ли она сильно задела псевдогиганта. И вот она получает тренделей от очередного псевдогиганта. Ребята, все. Все завершилось тем, что ни один псевдогигант не умер. А теперь псевдогиганты агрятся на главного героя. Что ж, господа, сегодня мы, наверное, закончим. Было очень интересно, весело. Продолжение турнира ждите на канале. В случае набора под роликом 500 лайков. Да-да, вы не ослышались. Цель для продолжения данной рубрики 500 лайков. Так что предлагаю друзьям данное видео. Подписывайся на канал, ставь лайк и все в этом роде. Ссылка на телеграм-канал в описании. Добро пожаловать. Спасибо за просмотр. И удачной охоты, сталкер. Субтитры сделал DimaTorzok